На берегу Северского Донца расположился военно-исторический лагерь Черноморец. В течение недели курсанты детско-юношеской флотилии пройдут общевойсковую, морскую и строевую подготовку. О тех, кто уже с юных лет мечтает посвятить свою жизнь служению Родине и связать ее с морем, расскажем в сюжете. Вот они, будущие моряки и лучшие курсанты флотилии. В начале шеренги торжественно развивается флаг военно-морского флота, который держит восьмиклассник Валерий Картамышев. Сегодня строй возглавляет именно он. Главной своей целью считает поступление в мореходное училище и для этого уже владеет основными навыками. Научился ходить на веслах, научился, по сути, выживать, научился разведке, научился ухаживать за шлюпками и прочими судами. Перед тем, как попасть в Черноморец, участники изучали основы общефизической, медицинской и строевой подготовки в теории. Теперь их задача – применить знания на практике. В этом курсантам будут помогать не только преподаватели, но и ветераны, так как лагерь Черноморец является военно-историческим. Чтобы поднять военно-патриотический дух наших детей, и они понимали, в какой стране они живут. Отдельная гордость курсантов – самодельная яхта. На ее разработку ушло около года. Как рассказывают умельцы, управлять шлюпкой уже стало неинтересно, захотелось соорудить что-то свое. Главное ее отличие – в отсутствии весел и наличии электромотора. Судно будет использовано для морской подготовки. Обучение обращению с оружием является основным в общевойсковой подготовке. Раньше для разработки автомата юноармейцу Анастасии Гальченко требовалась минута. Сейчас девушка справляется за 45 секунд. В планах наловчиться за 30. Девушка-кадет подает пример подрастающему поколению во всем. Я взяла шествие над бабушкой в нашем подъезде. Постоянно поднимаю ее сумки на четвертый этаж. Или же учу маленьких юноармейцев собирать и разбирать автомат. По итогам смены будут определены победители и призеры. Участники, которые показали наилучшие результаты, отправятся на морскую стажировку в столицу. Где они будут отрабатывать вопросы живучести корабля, отрабатывать вопросы спасения на воде. В том числе посещение будет поклонной горы и других музеев военно-патриотических. Военно-патриотический лагерь «Черноморец» собирает курсантов в третий раз. Кристина Страхова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.